На улице сегодня очень медленно. Мы на завтрак. Завтрака еще нет. На каком мы завтрак? Завтрака просто еще нет, но мы на завтрак. Сегодня мы собираемся в Москва, в Сити. Репетировать опять. Ну, сейчас мы поедем репетировать опять. На дерьмовую точку. А потом поедем в Москва-Сити. Да? Ага. Бульон с булкой. И блины с вареньем. Вообще еда в Москве такая себе. А с клятой желательно лучше. Пока. Ребята, я все больше в шоке от этого города. От этого сервиса. Мы думаем, что у нас сервис плохой, да? Но в Москве что-то вообще какая-то беда с этим. Ну, я не знаю, может нам на места не везет? Вот только что я взяла чай. Прошу. Дайте мне черный чай с лимоном. Он говорит, а давайте с чабрецом. Я говорю, нет, я не хочу с чабрецом. Я хочу просто черный чай с лимоном. Говорю, разбавьте водой. В итоге отдает мне чай красный. С гибискусом. Потому что черный, это как красный. Только черный. А черный, а красный, это как черный. Только красный. Я просто люблю красный чай. И я знаю, ну, что это за вкус. Это вот чай с гибискусом. Он добавил туда лимон, но не разбавил. Я вот не понимаю. Ну, типа, в чем прикол, если я попросила черный. То, что красный, это как черный. Только красный. Сегодня пришли мы на студию, кстати говоря, где я вчера репетировала. Я забивала свою же комнату. Причем попросила, не снимай железок. Типа, там никого же не будет все равно. Потому что я репетировала поздно вечером и забила рано утром. Ну, то есть там как бы это. Типа, не должно быть никого. В итоге прихожу и мне говорят, а там какой-то чувак на постоянке занимается. Так что извините, но у вас сегодня будет другая комната, где опять все разобрано. 20 минут мы потратили на то, чтобы это все собрать. Ну, типа, что за прикол? Короче, станция электрозаводская. Судя по всему, станция творческих заторможенных людей. Тут очень странные вообще какие-то люди. Да блин, не только электрозаводская. Вообще, в целом, что-то тут вообще проблем какой-то с, ну, казалось бы, большая конкуренция. Город Москва, да, надо работать на... Борща нельзя купить в воскресенье утром. Борща нельзя купить. Что за дела? Это нормально вообще? Мы в России или как? Мы не готовим. Завтрак нам 3 часа несли в шоколаднице. Он еще и оказался какой-то не такой, как на фотографии. Короче, не полный трэш. Вот так вот. Я иногда забываю снимать. Мы в парке Горького. Но вообще-то мы видели интересную беседку. Ну, вон, ты можешь ее увидеть еще раз. Которую я не сняла. Вон там. Фотокарточку покажешь. Прям осенью. Ими вон. Что это, осенью? Просто... Грустная мадам. Просто осенний лес. И я с красным чаем. Вместо черного. Вместо черного. До сих пор. За душу, блядь. Было приятно. Все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру. На холодном ветру. Поигрались с тобой. Но пришел сам с собой. Третье сентября. Мы пришли в НЗИ метро. Кстати, экскурсии будут предварительные записи. Нам сейчас будет ничего непонятного. Слышишь? Вот, ежедневный пассажиропоток ты хотел узнать. Более 8-5 миллионов пассажиров. Нормально. А в год миллиарда. 2,5 миллиарда. Фильм нужно посмотреть. Про метро. Ну, автограф. Перед вами. Все это делается для того, чтобы, не дай бог, машинисту где-нибудь в пути не стало плохо. Представляем себе ситуацию. Вот у нас едет состав. И вдруг машинисту стало плохо. Короче, мы в музее метро. Мы приехали вообще в Москву-сити. Но на улице ураган, шторм, ветер, дождь. Короче, все подряд. Звезды на площадках музыка в метро. Тут вот земляк нашли. Измерители скорости. Интересно. Ну, это чисто как хороший фильм. Тормозная система. Фильм для мужиков. Колодки. Колодки, херодки. Да ты туда показывай. Смотри, как тормозит сейчас. Вот сейчас будет прижимать. О, слышишь, что метропоезд тормозит? Ну, вот это понятно, в принципе. Давайте рожи корчить. Очень интересно. Не мешай мне. Очень замечательно. Опять забыла вам все снять. Мы в Москву-сити. Были ракурсы получше, но я забыла снимать. Вот такая тема. Потому что я фоталась. Блогер с меня никудышный. Да. Окей. Вот это туалет. Мы зашли в уличный туалет. Чтобы вы понимали, там есть унитаз, туалетная бумага, жидкое мыло, сушилка рабочая для рук, раковина. Дезинфицирующее средство. И чисто, и бесплатно. Бесплатно. На улице туалет. Представляете? Как похороше ли туалеты при собянии? Реально тема общая. Идешь, гуляешь, хоть туалет есть. Не то, что у нас. Даже платный хер найдешь. Вот, смотрите, вот такой вот туалет. Так, там есть указатель. Пойдем, смотрите. Пойдем. Короче. Мы в Москве? Мы в Москве, а тут так же, как у нас. Как в Владивостоке, какие-то подъемы вообще. Смотрите, ужасно. О, лестница какая-то ват. Ну, это что? Это же воробьевые горы. А, не воробьевые равнины. А, точно, горы. Ненавижу горы. Как тебе? 9, 890, 890. На самом деле мы прожили ступенек 20. 845. Кошмар какой-то. Отвыкли, отвыкли, да. Фух. Что, детский стол твой? Ой, капец, мне нужно габлит. Черт, будем проклят. Мы обожрались, как свиньи. Ну, как. Да, это правда. Вот этот ненормальный человек. Полез за своей кепкой, которую сдуло ветром. Меня это бесит. Кепочка моя любимая. Говно только не вытери. Говно только не вытери. Собою. Все, держи. Это не говно. Ты все штаны свои засрал. Ради кепки за... И сколько она стоит, не знаю. Полторы тысячи она стоит. 300 рублей, блядь. Ага. Красная цена. Ты не гони на мою кепочку. Ага. 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 Сейчас поедем на Канал-Казаренге. Как-то не особо впечатляет поездка на Канал-Казаренге. Сейчас погоди, вторая часть. Канал-Казаренге.